Приветствую вас, давайте разберём ваш вопрос. Вопрос касается того, что человек влюбился в лучшую подругу своей девушке, как пишет он. Вижу я её не часто, но каждый раз, когда вижу, просто схожу с ума, она у меня с головы вообще никогда не выходит, это мне мешает жить. Я понимаю, что у нас в ней ничего не будет, потому что она никогда не поступит так с подругой, она очень хороший человек, поэтому я точно знаю, что ничего не будет. Но, что мне делать? Это мне очень сильно мешает жить, когда я с девушкой представляю её, ни о чём не могу думать, я даже здесь нормально не могу, у меня пропал аппетит. Когда она рядом у меня, а сердце просто из грудь вылетает, самая галерея уже в её фотографиях, я художник, а теперь рисую её круглосуточно. Скажите, пожалуйста, что с этим делать? Ну, на самом деле, мне кажется, что ситуация не такая простая, как может показаться на первый взгляд. Вот, во многом это связано, конечно, с тем, что вы, получается, человек такой творческий. Вот, и, в общем-то, для творческого человека, пожалуй, ну, редко, к сожалению, бывает всё так однозначно. И в плане любви, то есть, вот, в плане любом их отношении и в плане, ну, вот, какого-то, скажем так, восприятия чувств. Вот, поэтому, то, что вас это так впечатлило, то, что вас это так вдоражило, то, что вы оказались так увлечены. И, ну, вот, значит, этим человеком, вот, на мой взгляд, является в том числе проявлением вашего творческого потенциала, если можно так выразиться, да, вот, творческий потенциал. Вот, поэтому я бы очень рекомендовал бы бережно, пожалуй, относиться к тому, что вы сейчас чувствуете. Вот, и очень бережно рекомендовал бы относиться к, в общем-то, тем действиям, которые вы планируете совершить. Во-первых, нужно, наверное, признать факт того, что ваша девушка, которую вы находитесь в отношениях, не является той, которую вы любите. То есть нужно, вот, постараться вам в том числе признать, признать, признать себе в том, что возможно, вы не так сильно любите свою девушку, вот. А, значит, и раз влюбились, вот, в, ну, в другую. Потому что, если бы вы любили свою девушку, да, то, ну, наверное, ничего бы такого не произошло. С другой стороны, никто, никто, никто не отменяет того факта, что человек, вы может быть, ну, можете быть человеком таким, знаете, увлекающимся. Вот, никто не отменяет того факта, что вы, возможно, человек, который, ну, вот, как-то, знаете, отдаётся своим чувствам достаточно сильно, вот, и достаточно самоотвержен. Вот, поэтому первое, что вам нужно сделать, это, как я уже сказал, вам нужно постараться признать, что свою девушку вы не любите, скорее всего. Вот, вам нужно признать, что ваши чувства, ваша девушка настоящая, ну, текущая девушка, с которой вы находитесь в отношениях, ваши чувства являются, ну, чем-то вроде, чем-то вроде, ну, не самообман, конечно, вот, но, значит, является чем-то другим. То есть, может быть, вы не влюбились в нее, не любили ее, может быть, вам, например, было удобно, или, может быть, вы как-то вот, ну, не хотели быть, не хотели быть один, да, может быть, еще какой-то здесь есть эпизод, вот, который, ну, тоже какое-то влияние оказывает на эту ситуацию. Вот, обратите внимание на то, чего вы хотите от своей девушки, с которой вы сейчас в отношениях, и чего вы хотите от девушки, в которую вы влюбились, то есть, ну, что вам нужно. Вот, вы говорите о том, что постоянно думаете о ней, вы говорите о том, что, вот, о, прям, вот, все мысли о ней, там, и так далее, то есть, ну, то есть, ну, все очень похоже на страсть, вот. А если это страсть, то, как раз, вот, нужно, на мой взгляд, разобраться в том, ом, насчет, ну, чего, еще она стоит, вот, это страсть, то есть, что вот, эээ, дает ей жизнь, что дает ей, эээ, скажем так, силу, что дает ей, собственно, возможность, эээ, существовать, вот, за то, что необходимо вам сделать. В общем-то, ну, вы говорите о том, что девушка очень хороший человек, да, похоже на идеализацию, то есть, очень похоже на то, что вы человека идеализируете, идеализируете сильно, вот. То есть, с этого, возможно, вот, опять же, какая-то ваша потребность заключается в, ну, другом человеке, по сути. Вот, поэтому тут нужно тоже смотреть, какая именно потребность, вот, значит, проявляя себя здесь. Что это за потребность, вот, что она всегда представляет эти потребности. Вот, на мой взгляд, это, это было бы весьма, весьма неплохо. Это то, что вы можете сделать, вот, ну, прямо сейчас, да, это то, что вы можете сделать для себя. Вот, и повторюсь, что, насколько честным вам нужно подумать, насколько честным было бы, там, условно говоря, про старту с вашей, ну, настоящей девушкой, ну, вот, просто потому что, ну, вот, так вышло, что, вот, чё, у вас не нет. Вот, а дальше, как вот, ну, как мне кажется, дальше, если вы, в общем, как-то вот, ну, расстанетесь, да, с... со своей, вот, ну, скажем так, со своей текущей девушкой. Вот, что вполне может быть, что у вас будет шанс на то, чтобы вступить в отношения с... вот этой девушкой, которую вы влюбили. Вот, но... Очень важно, чтобы вы... сами для себя увидели, что... что вам хочется. Вот. Что вам хочется. То есть, вот, хочется ничего. В чём я нуждалась? Без этого, наверное, не получится. Как-то перенаправить свою, ну, своё победили. Вот. Дальше. Мне показалось, что вы испытываете всю свою вину перед... ну, вот, перед девушкой своей, которой вы сейчас в отношениях, и перед девушкой другой, я так... я так... ну, мне так показалось, что... чувствуется вино... ну, чувствуется вино перед... и перед... ну, перед девушкой, и перед девушкой. Вот. А, можно сказать, что вы сейчас видите? Восемь с Сюзбукины и Ранула с тебе? А, нужно работать. потому что с чувствовины вам будет очень серьезно мешать, вот, очень, вот, поэтому тут вот ваша, на мой взгляд, задача заключается в том, чтобы, ну, избавиться, в какой-то степени, вот, с чувствовиной или понистью, вот, это вот все основные направления, в которых вам, на мой взгляд, нужно двигаться. Что вам делать в этой ситуации, как сказал мой коллега, не скажет никто, никто вам не подскажет, как действовать в этой ситуации, вот, потому что правильных решений тут нет, вот. Поэтому, ну, надо как-то вот вам, в этом смысле, быть готовым к тому, что, ну, действительно вот, кто-то останется недовольным в этой, ну, в этой ситуации, в этой истории, к сожалению. Вот, поэтому, пока вот. На этом все, я надеюсь, что вам это было полезно, надеюсь, что вам это было интересно, буду благодарен за обратную связь по моему ответу. Это позволит вам начать над собой работу. Я желаю вам всего самого доброго, удачи, обращайтесь.